привет youtube привет вот мы один тест сделали тут двумя клеями и ребята мне в личку написали у тебя с 3 клей есть тебе прислали в подарок и никто ничего не забывает все все знают что у меня есть помнят молодцы сделаем заодно и вот он этот клей импортнятий тут мне прислали к новому году посылочку и вот она тут и жидкость для отклеивания но какой-то спирт я подозреваю ну вонючий потому что мой вот спирте которыми я пользуюсь он менее вонючий и и так значит попросили вот я тут один уже использовал попробовал неплохой клей как бы все нормально все хорошо но вот сейчас еще попросили будет дополнение все те же и все тоже только вот такой видим клей ультразент у нас вот вот это у нас ультразентовский нормальный клей как бы вот мы его тоже сейчас попробуем что ж продолжим опять наш тест опять же нам надо помыть грибки которые грязные и потом уже продолжим как говорится третий ряд у нас будет вот они как рыбы помытые сейчас мы их разложим вот здесь в той же последовательности как они должны быть и приступим к тесту сейчас включаем пистолет он в режим пусть входит вот она грызок клея это украинский клей мы его заменим на вот этот ультразентовский будет палочка ультразента и тоже попытаем счастья что нам скажет он этот клей тоже он такой вот в руках его берешь он довольно таки очень мягкий вот клей пластичный вот ну раз попросили ребята я сниму и с этим клеем пока что печка тут вовсю работает температура у нас в гараже пока что 12 градусов жары на улице 5 и 3 прохладно еще естественно и на поверхности детали у нас сейчас я покажу будет не понял чё ты не хочешь 12 12 12 и 1 показывает на стенке и на стенке 12 12 12 2 то есть получается что вот здесь на детали что на стенах у нас температура примерно 1 но тут на печке уже вот такая температура у нас пройдет немножко времени наберется температура в помещении точно также и на детали наберется температурка нужно и можно будет тестировать вот разложил я опять же грибочки в том же порядке как они у нас и шли чтобы соблюсти так сказать порядок который был опять же вот этот грибочек у нас который уставший я просто показываю что эти грибы даже уставшие все равно работают от печки уже тут жаром пышет вовсю она раскачеварилась но на максимуме ну да чувствуется что грубо 300 градусов на печке вентиляторы работают на полную вот всем штук маленьких вентилятора активно гоняют вот открыто и это заслонка и открыто это заслонка полностью вот она у нас на трубе здесь уже на выходе тоже прилично сейчас мы быстро натопим быстро мы это дело натопим вот здесь уже 300 градусов так что жарюка прям чувствуется где-то полутора метра даже слышно что жаром от печки пущу ну так и надо потому что мы салов пришел и 23 часа натапливать в гараже чтобы начать работать это тоже ни к чему вот здесь у нас уже 13 8 14 градусов вот подождем пока натопится и опять живут в режим пистолет входит сейчас ставить будем этот клей как только натопится вот мы начнем леется та же самая процедура выбираем клей предыдущий чтобы вот уже пистолет в нагрузку прям аж не хочет идти вот он новый клей начинает потихоньку выходить мне эту палку как говорится не жалко хочется чтобы эксперимент более точным был поэтому мы вот это все будем выдавливать потихоньку вот он старый клей выходит у нас торопиться я не буду вот она опять же уже курок прям давишь со всей силы он не идет то есть вот она и такими как плевками выходит смесь старого и нового клея вот мусор какой-то все таки наверно они немножко не дружат вот пошел клей сейчас еще пусть чуть под нагреется старый клей вытравим тут особо даже не заметно будет потому что и предыдущий клей и вот этот клей они оба черные тут как говорится уже чисто интуитивно сейчас еще вот так уже клей по прогрелся очередная порция и вот он выходит довольно таки ровненько нормально в принципе уже клей вошел в режим и видно что он хорошо ровненько выходит все пистолет готов к работе это мы убираем и можно приступать режим вошел вот они грибки мы в той же последовательности расставили и так же будем продолжать начинаем небольшой картышек клея и вперед сегодня у меня есть кому снимать товарищ приехал не помогает в этом сегодня попроще будет еще сегодня есть такая лампочка из китая мы сегодня тоже будем тестить это будет чуть позже и привез на свои грибочки это такой анонс небольшой поехали дальше вот это уже грибочки из нового разлива новой партии которые свежие новые мы опять же том же порядке клеем прижимаем как бы свободный ход тоже выбираю не так что намазала кину и все особо много клея набирать смысла нет если он работает он работает так чтобы грибок тому в клее смысла в этом никакого нет можно даже более экономно делать это если клей тянет грибок тянет то он тянет если он не тянет его хоть вообще клеем залей по самые лучше работать не будет конечно немножко как бы в данном случае мы не работаем мы просто показываем ну вот они все наши грибочки все 14 штук ждем сейчас еще но пусть секунд 15 почему потому что вот эти грибочки они еще секунд 10 и берем опять я подвожу выбираю свободный код так сказать инструмента подвожу в натяжку и беру дрым оторвался чисто клей остается здесь как и должно быть но за счет того что у них разные длины приходится наоборот отпускать опять же чисто клей остается на детали тоже самое чисто результат один и тот же как мы видим грибочки как будто только что здесь уже немножко другая длина опять же выбираем свободный ход вот здесь почему то вот не первый раз но все ну и ладно ничего страшного здесь тоже это чистенько видно у этого грибочка 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 немножко грязный тоже вот здесь немножечко помарочка остается ну это я к тому что здесь тоже вот она капелька видна здесь чуть поменьше то же самое чистенько чисто поехали вот мы добрались китая но это тут почему то здесь не сработал вот он самый маленький нас грибочек не захотел можно попытаться еще раз переклеить и посмотреть может быть что то не так то же самое вот внутри тут в дупле в этом немножко маленький кусочек клея остался здесь тоже здесь вот тоже этот грибочек у него протектор такой въедливый противный здесь он остается надо будет вычистить ну что а этот вот этот мы еще раз переклеим я его впереди приклеил то есть если он не хочет работать то она не будет бывает иногда и так что то не нравится приклеиваешь приклеиваешь а он не хочет работать пока грибочек клея остывает сними пожалуйста вот здесь где-то частично вырвано где-то вот тоже в этих местах как мы видели где-то частично выходит часть клея остается но отсюда не видно и вам сейчас с ними это все будет видно что в принципе все достойно работает клей я сейчас смочу чтобы спиртик проникал туда куда надо а здесь время подошло еще раз дерну нормально вот тоже с него клей отходит ну и в центре капелька осталось то есть я честно хочу сказать вот грибок неплохой но в общем то он по сравнению вот с этими грибами у него во первых и площадь соприкосновения меньше вот тут более такой грубый протектор вот и он конечно тянет послабее я им не пользуюсь вот поэтому я и люблю вот эти вот грибочки сейчас я их еще покажу вот эти нюсли вот такого разлива они работают лучше ну это мой так сказать рейтинг личному я его никому не навязываю чуть чуть послабее вот эти тянут по сравнению с нюсли но это опять же мое мнение ну и потом как бы уже грибочки все остальные вот этот грибочек тоже на мой взгляд не особо он тянет но собственно тут понятно почему сейчас я поставлю вот эти три грибочка чтобы было видно вот это обуславливается их форма сними пожалуйста сверху чтобы видимо так сказать протектор и здесь он более мощный площадь у него намного больше здесь уже поменьше здесь еще меньше естественно этим и обусловлена их так сказать тяга у кого сильнее у кого слабее почему потому что ну скажем и так видно и так понятно все убираем еще раз эту мочу спит уже высох и скажу сразу в принципе никакого клея на мой взгляд чемпионов нет кто-то прям тянет кто-то не тянет и бывает что пришлось мне переклеивать грибочек вот что приклеишь а он не оторвался и вот что самое ценное на мой взгляд и отходит клея очень хорошо вот и тянет хорошо то то есть все нормально все хорошо сейчас мы просто напросто так сейчас секундочку надо немножко замыть кое еще остатки клея но тут с пистолета накапало да она у нас не смущало сейчас вот это замылим это с пистолета капельки капнули уже немножко клапан там не держит по идее надо пистолетик разобрать и обслужить вот потому что от долгого употребления он так сказать подустал вот опять же клеи меняются вот в принципе весь клей хорошо отходит весь клей хорошо клеится ну и можно я сниму вот мы смотрим потяги вот начинаем вот они крайние наши все примерно в одной паре я специально показываю чтоб людям было видно опять же народ и просил же так что подробно снимая высказывая свое мнение что и как а мы там потом как говорится разберемся вот видим что практически все грибы они тут в ряд одни и те же грибки тянут одинаково на всех этих клеях выводы вы сделаете сами потому что очень часто я сталкиваюсь с тем что у нас в городе продают сегодня один клей завтра другой послезавтра третий ну и так далее а хочется работать постоянным качеством поэтому я все стараюсь брать в запас вот и самые крайние то есть в принципе все тоже все те же и еще одно так сказать дополнение вот он мой старый грибочек он бедолашка тут уже жизнь его потрепала и тем не менее вот он у нас здесь работал не помню второй или третий но факт тот что где-то здесь и мы видим вот он тоже тянет так же как и новые вот поэтому я считаю что есть смысл покупать эти грибки там не по 50 рублей за штуку там а по 250 там или сколько они они работают долго и уверенно и хорошо ну на этом позвольте закончить тест кому что непонятно или не ясно пишите вот постараюсь ответить вот как появится у меня какой-то новый клей естественно я не замедлю снять тестик и показать все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите разумные коменты я их буду публиковать вот так вот всем пока пока до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...